Потрясающее совпадение! Умоляю! Расскажите! Сейчас перед вами выступит знаменитый иностранный артист месье Волан с сеансом черной магии. Попросим, господина Воланга! Попросим! Скажи мне, любезный фагот, а ведь московское народонаселение значительно изменилось. Точно так, миссия! Горожане сильно изменились внешне, я говорю, как и сам город, впрочем. О костюмах нечего и говорить. Но появились эти, как их, автомобили, трамвай. Автобусы! Иностранный артист выражает свое восхищение Москвой, выросшей в техническом отношении, а также, конечно же, москвичами. Разве я выразил восхищение? Никак не от миссии, вы никакого восхищения не выражали. Так что же говорит этот человек? А он попросту... соврал. Поздравляю вас, господин Саврамши! Но меня-то интересует более важный вопрос. Насколько изменились эти горожане внутренне? О, это наиважнейший вопрос, сударь. Да, однако мы с тобой заболтались, дорогой Фагот, а публика скучает. Покажи-ка нам для начала что-нибудь простенькое. Колода на берче, уважаемые граждане, находится... ...во втором ряду у гражданина Парк Техра. Оставьте на память, ведь не даром вчера за ужином сказали, как бы ни покер, жизнь моя в Москве была бы совершенно несносной. Старая штука, это ты же их же компанией, вы полагаете? В таком случае мы с вами тоже из одной шайки, поскольку колода эта у вас в кармане. А это же червонцы! Сыграйте со мной такую же штуку! Но почему же с вами одним? Может быть, все примут для нас участие? Хорошо, давай наверх! Ид, свей, трейд! КОНЕЦ Попросим же, господин Волонда, разоблачить нам этот опыт. Сейчас, граждане, вы увидите, как эти яху в денежной бумажке так же внезапно исчезнут, как и появились. Это, опять-таки, случай так называемого вранья. Бумажки, граждане, настоящие. А этот, между прочим, мне надоел. Суется, куда его не спрашивают. Что бы нам с ним такое сделать? Голову ему оторвать! Ать! Голову оторвать? А что это идея? Бегемол! Эй, рэй, трэй! Нахтара! Ты будешь в дальнейшем молоть всякую чушь? И не буду больше! Верните человеку голову! Как прикажете, Месси! Ну что же, люди, как люди, любят деньги. А, впрочем, так всегда было. Человечество любит деньги. А, ну, легкомысленные. И милосердие иногда стучится в их сердца. Обыкновенные люди, в общем, напоминают прежних. Вот только квартирный вопрос испортил их. А! Наденьте голову. Оп! Эй! Трейс! Трейс! Катись отсюда! Без вас веселей! Голова! Моя голова! Отдайте мою голову! Да, перчат! Когда этого надоедалу сплавить! Давайте! Давайте откроем! Дамский магазин! Наша фирма совершенно бесплатно производит обмен старых дамских платьев на парижские модели! А также парижскую обувь! Сумочки, духи! И... Прошу! О! Поприветствуем первую посетительницу! У-у-у! А-а-а! Мадам! Негивотское свадь! Начнем с обуви, мадам! А они не будут сжать! Штю! Штю! Вы мадам! Прошу! Да! Прошу! Себя пожелать! Спасибо! Я, ты не щеню! Не ловайся мне руку! У меня уже будет гриф! Если можно, чтобы передать учреди меня! Вот паспорт вас ждал, что я женат! Я вам верю, верю, я вам верю, как самому себе! Порошок, ну, чулок, получите! Спасибо! О, как я угадал! Я бы, Ешева и Апилате! Об одном жалею! Что на месте этого Берлиоза не оказалась критика Латунского! А вы сами виноваты! Нельзя было с консультантом этим вести себя столь развязанно! И даже наголовато! Так кто же он, наконец, такой? А вы не впадете в беспокойство? Нет! Нет! Кто же он? Хорошо! Вчера вечером на Патриарших вы встретились с Сатаной! Не может этого быть! Его же не существует! Помилуйте, кому-кому, но не вам-то говорить! Вы были одним, по-видимому, из первых, кто от него пострадал! Сидите, как сами понимаете, в психиатрической лечебнице! И все толкуете о том, что его нет! Но до чего мне обидно, что встретились с ним вы, а не я! А зачем он вам понадобился? Видите ли, какая странная история! Я сижу здесь из-за того же, что и вы! Именно из-за Понтии Пилата! Дело в том, что год тому назад я написал о Пилате роман! Вы писатель? Я мастер! Она своими руками сшила ее мне! А как ваша фамилия? У меня больше нет фамилии! Я отказался от нее! Как и вообще от всего в жизни! Так вы хоть про роман-то расскажите! Ах, это был золотой век! И обыкновенно пахло сирень! И голова моя становилась легкой от утомления! И Пилат летел к концу! Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые цветы! И меня поразила не столько ее красота, сколько необыкновенное, никем не виданное Одиночество в глазах! И скоро, скоро стала эта женщина моею тайной женой! Она приходила ко мне каждый день, а ждать я ее начинал с самого утра! Никто не знал о нашей связи! Когда бы она не пришла, ее ждали любимые нами обоими розы! Она сулила славу, подгоняла! Перечитывала написанное! И вот тогда-то стала называть меня мастером! И говорила, что в этом романе ее жизнь! Но когда роман был написан, я вышел в жизнь, держа его в руках! Жизнь моя кончилась! Все боялись публиковать его! Лишь один редактор напечатал большой отрывок! И вот тут началась настоящая травля! Словно я был литературный волк! Я отравлю этого латунского! Страх овладел мной! Каждой клеточкой моего тела! Господи! Господи! Что ты наделал? Что ты наделал? Господи! Я бы ненавидел этот роман! Я наделал! Болен! Мне страшно! Ты понимаешь? Ты понимаешь, что меня арестуют? Уходи! 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 Нет! Уходи! И она ушла. А меня арестовали в ту же ночь. И вот четвертый месяц я здесь. От допросов меня спас профессор Стравинский, сказав, что я душевно больной. И что только сумасшедший может написать в наше время роман о Христе и Пилате. Я не знаю, что и он. Ухлоном зумом. Лейка ей. Митсва сайсе. Лейка ей. Субтитры сделал DimaTorzok